Третий этап А уже в видео по четвертому этапу я объясню некоторые механики с третьего этапа, которые вам нужно сделать Чтобы на третьей стадии наносить нормальный урон, у вас должно быть 1000 или больше ГС То есть если у вас 999 ГС, то вы будете наносить урона меньше, чем бард, у которого 1000 плюс ГС Но это как бы стыдно даже Что касается саппортов, то вы можете искать бардов даже от 925 ГС Главное, чтобы они просто были аккуратнее, не умирали и бафали свою пати, соответственно, на повышение урона Так называемыми саппортами на кайшере на самом деле может быть любой абсолютно класс Им достаточно просто сидеть на синей пушке и захиливать рейд Об этом я расскажу чуть попозже Итак, мы собрали рейд, где у всех ДДшников 1000 или плюс ГС, то есть они наносят урон без штрафа Мы бьем кайшера на второй стадии, он улетает, когда мы наносим достаточное количество урона И можно залезать на балкончик, там появляются респы, где можно обновить расходку На третьей стадии нам понадобятся гранаты изнурения, необходимо будет сбить зарядку у босса Можно, конечно, обойтись без них, но лучше возьмите, чтобы гарантированно сбить Таймер тикает, но босса нет, и когда остается примерно 14 минут, босс снова приземляется в яму Здесь вообще два варианта, можно пойти на мини-босса, который находится справа, но мы его не рассматриваем, мы просто прыгаем в яму и начинаем бить босса Через какое-то время после начала битвы с боссом появятся фиолетовые лужи на земле вокруг босса, их всего 16 штук Эти лужи нужны для выполнения механики с мини-боссом, который находится справа Если не выполнить механику с мини-боссом, то вы потеряете баф на 25% бонусного урона Но мы прошли за 10 минут из 14, на первый трай, на второй будет намного быстрее, я думаю Поэтому проблем с этим нет, так что мы просто игнорируем эту механику и уже вспомним про нее на четвертой стадии Единственное, что надо знать, что когда вы наступаете на эту лужу, вы набираете стаки После того, как вы наберете 4 стака, вы умираете Поэтому максимум, сколько вы должны собрать стаков, это 3 Больше, ни в коем случае не наступайте, либо погибнете Но в целом смерть это просто смерть Я вот на барде регулярно умираю, мне все равно берут в пати, так что не переживайте Что касается новых способностей у босса, то я заметил только две Первая, это кастуются фиолетовые лужи, они немножко отличаются от луж в механике с мини-боссом И через какое-то время они взрываются Вторая способность, это начинают летать какие-то красные шарики вокруг его лапы и сильно дамажить Вообще, третий этап отличается тем, что здесь очень много механик, которые надо выполнять Вот одна из них, босс начинает делать зарядку Перед ним появляется фиолетовая зона, а под ним большая желтая полоска Ее можно не заметить за полосками рейда, но если кто-то заметил, обязательно сообщите в дискорд В этот момент надо кидать гранаты изнурения Конечно, кроме гранат, надо еще дамажить скиллами Как только вы сбиваете полоску, вы можете бить босса Но не спешите это делать, потому что у него какое-то еще время Довольно долго, секунд 20-30, будет повышенная защита И вы не будете носить никакого урона Дождитесь, пока урон будет достаточно хороший, большой И после этого начинайте бить всеми своими скиллами дальше Продолжаем бить босса, через какое-то время в яме появятся монстры Из которых будут падать снаряды для баллиста Мобы появятся по всему периметру зоны, но баллиста находится на юге Поэтому одну из пати, желательно назначить ее с самого начала Она должна находиться ближе к северу и убить монстров сначала именно там После этого уже бежать к баллистам Ну а те, кто снизу оказался, рядом с монстрами убивают монстров и также бегут к баллистам Наша задача сбить огненный шар, который летит вниз Если этого не сделать, то весь рейд погибнет Если у вас достаточно хп, вы конечно можете погибнуть и просто встать за перья Но зачем это делать, ведь можно легко сбить этот шар и проблем никаких не будет Как только добили последнее хп, не забудьте сообщить всему рейду И после этого можно прыгать вниз На какое-то время вам может показаться, что шар еще не добит Но это просто глюк анимации, на самом деле он уже мертв И можно продолжать драться с боссом Если же по какой-то причине вам не хватило снарядов, чтобы добить шар и он все-таки приземляется на землю То вам необходимо поймать момент, в который приземляется шар и сделать прыжок вниз Или наоборот с ямы наверх, тогда вы избежите урона, ведь во время таких прыжков урон не проходит Продолжаем бить босса, через какое-то время босс начнет кастовать новую механику Это кристаллы, которые надо отвести определенные зоны Если вы этого не сделаете, то босс приземляется, наносит урон всему рейду Ну в общем не так много урона вы можете пережить, если у вас фулл столб Если вы идете к кланам, вы можете сделать эту механику Хотя опять-таки я не вижу никакого смысла Если вы идете с рандомами, то просто забейте на эту механику Вместо этого намного проще будет вылечиться А как вылечиться всему рейду? Вы должны собраться в одной точке Один из игроков прыгает наверх Залезает в синюю пушку До этого надо конечно принести 3 снаряда И лечит весь рейд У пушки синий есть скилл, который лечит абсолютно весь рейд И как я понял на все хп Продолжаем бить босса, но механика с кристаллами еще вернется Поэтому если вы долго бьете босса То вам придется эту механику несколько раз сделать Соответственно вы будете тратить время, получать урон Следовательно не забывайте про синюю пушку И вообще один человек может постоянно там сидеть и захиливать рейд Это будет очень полезно Вроде бы я сказал все, что нужно знать про третий этап По поводу четвертого этапа Там будет конечно более подробно разбора Я вернусь на третий этап Расскажу как выполнять механики Но это уже будет тогда, когда я сделаю Кайшера плюс 12 А на этом все Спасибо за просмотр Не забывайте подписываться на канал Ставить лайки Нажимать на колокольчик И заходите на стримы Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok